Значит, мы сегодня поговорим о дополнительных ресурсах российской нации, российской государственности. Мы сегодня будем обсуждать такой мощный ресурс, который присущ, особенно русским, как стремление к смерти, то есть стремление совершить самоубийство. Значит, только что появилась статистика, она нисколько не удивляется за прошлый год, и опять по числу самоубийств среди подростков на душу населения Российская Федерация опять впереди мира всего. Для нас вообще ситуация самоубийства как такового, она очень распространена. Она не совсем является для русских уникальным. По большому счету высокий процент самоубийств существует и во всех финно-угласских народах. Например, Венгрия находится явным особняком во скрестностях всех остальных стран по количеству самоубийств. Хотя, в общем-то, чем они, казалось бы, отличаются от тех же соседей чехов или кого-либо еще. Вот. Значит, почему она используется как ресурс? То есть есть полное ощущение такое, что русские, особенно мужского пола, пытаются всем образом, каким-то образом свести счеты с жизнью, но их что-то останавливает. То есть они пытаются найти себе легитимный предлог. Именно поэтому это делает их такими непревзойденными бойцами. Значит, бойцами не в том смысле, как, например, упоминаешь сегодня Взоров и критикуют, что ну как можно говорить о такой армии, где говорит, что полковник делает смотра своего полка на минном поле. Выставляет свой полк, а там минное поле. Все они там проходят. Но если мы посмотрим на, и действительно, он тоже неудор говорит, какой говорит кошмар. Эти слепые снайперы там и все прочее. Но еще раз, если мы посмотрим на эту ситуацию, с той позиции, которую предлагаю я, мы видим, что цель его состоит отправиться в войну вот этого самого слепого и работать снайпером, состоит совершенно не в том, что быть снайпером, а в том, чтобы найти легитимный повод для собственной смерти. Вот в свое время, когда российская армия, про ту самую, про которую Латынина и прочие накануне говорили, что она проиграет грузинскую армию за три дня, а поскольку танки ржавые, а у грузинов проведено обучение по последнему натовскому разряду, то оказывается, на самом деле, все произошло прямо наоборот. И кто-то там из их политологов грузинских говорит, что ах, грузины, вах, они могут воевать. Грузины для этого слишком сильно любят жизнь. Но вот особенность русских состоит, почему они могут хорошо воевать. Совсем не потому, что они метко стреляют, кидают копье или быстро бегают. А потому что, как я повторяю, для них является признаком стремления пойти на войну, только для того, чтобы найти легитимный способ для того, чтобы свести счеты с жизнью. Почему это сформировалась такая ситуация? Как это? Почему? То ли это предметы социальности, то есть жизни социального обустройства общества настолько хорошо, что люди просто не хотят внутри него жить. В самом деле есть такой замечательный американский сериал ОС про тюрьму, про американскую. Там, значит, в чем идет речь? В том, что там собралось большое количество пронарушителей, то есть преступников. Они занимаются спортом, как они приняты, они хорошо питаются, им обеспечен досуг, что-либо еще. Но ощущение от полного фильма, от концентрированного ада. А почему? Потому что людей, которые, мягко скажем так, социально неадекватны, собрали в одном месте, и каждый из них стремится устроить ад для другого. Вот вполне возможно, что именно такая форма социальности, потому что у нас, если мы посмотрим, опять-таки, Россию по карте, например, по гугловски известный, по поводу социального ощущения, то она будет уверенно занимать последние места. То есть очень плохо оживется. И по всей видимости, этот повальный алкоголизм, это конфликты на дорогах, это вот такая нелепая агрессивность, это что-либо еще, является всего лишь не следствием какой-то природы, а просто попытки русских, особенно мужчин, свести жизни, ну как и алкоголизм, да? Свести счеты жизни. Вот. Почему, вот если мы действительно это посмотрим, а по любой статистике у нас громадное количество самоубийств, как я сказал, мы среди подростков на первом количестве по самоубийству, по самоощущению, мы на одном, ну, по ощущению ада на земле, мы на одном из тоже последних мест в мире, нас превосходит только отдельные африканские страны. Игорь, можно на другое истолкование того же самого? Да. Выложить просто параллельно, для того, чтобы было понятно? А возможно, это просто сомнение в этом мире и предпочтение этому миру, миру другому. Да, вполне. Не, просто во многом, допустим, даже так же религия, ведь объясняется, что вот этот мир, он такой, во зле, как бы его не переделаешь, и чаяния иного мира. То есть это не самоубийство. Просто у тебя самоубийство звучит так, что как бы, ну вот... Ну, в этом да, имеет место самоубийство тоже, чаяния другого мира, то есть недовольство настоящим и чаяния мира другого. Но к такому надо... Может быть, фантазийного, или там, под уставов, или какого-то ни было. Я не знаю. Чаяния иного мира. Ну, может быть, чаяния действительно иного мира. И когда этот мир как бы не устраивает, и человек идет на все готовый. Перезагружает систему, да. На смерть ради иного мира. Перезагружает систему полностью. Поэтому, ну, здесь это можно оценивать, что это будет, как правильно назвать. Может, так, как ты говоришь, что это будет, как правильно, чем говорить я. Чем просто самоубийство, и все. Может, видно, чем... Потому что самоубийство, это осталось в этом же мире, да. Может, было сразу осознать, и всем это удавиться, и все сразу. Да, да, да. А здесь, как бы, так вот, попытка вот этой... Легимитизации своей собственной смерти. Поэтому с таким удовольствием воюют. До определенного момента есть некое сопротивление, сопротивление, как было в 101-м году. Тогда бы наиболее религиозные люди кончались с собой. Ну вот. Между прочим, такая проблема в начальном христианстве была. Ну, не троисты. Нет, тут христианцы христианцы. Нет, ну вообще такая проблема в религии есть. Нет, здесь идет особенность нации, а не христианцы. Нет, я просто имею в виду, что... Просто если мы религиозы говорим, что вообще говоря, такая проблема есть. Если человек чает иного мира, почему бы сразу туда... Запрещено. Да, запрещено. Негативной схемы нет. Ну, они же тоже грузины, те же православные христиане. Ну, подобного рода у них совершенно не наблюдаются. У них правильно говорят, что 10 грузин в боевое отделение, а 30 грузин это хор. Ну, хор на самом деле. Они и тут песни поют, блин. Это совершенно несопоставимо. И это делает... И на сегодняшний день, например, ценность жизни и удовлетворенность этой жизни настолько велика для западных. Все помнят эту позорную ливийскую кампанию, когда страны с общим населением под миллиардом возились полгода при помощи крылатых ракет с государством достаточно отсталым, то есть армией Каддафи. С населением 4,5 миллиона человек. Большая часть, то есть племена кочевника воевали на стороне свободного мира, так называемого. И справиться ничего не могли. За той простой причиной, пока проблему не решил кто. Иностранный легион. Просто. Бомбили, летали, стреляли. Потом дело дошло до того, что полагается для странного легиона. А чем он укал комплект? Русскими и украинцами. Ну, то есть теми же русскими, по сути. То есть, как бы, оказывается, что во всей французской армии и во всей армии западного мира оказалось единственное боеспособное... Игорь, а как тебе такое явление, как экстремальный спорт? На самом деле, что, по-моему, что идти на войну, как бы, да, ради денег рисковать жизнью, что ехать куда-то там в город, да, и спускаться с каких-нибудь там, какой-то вершин, там, или что-то, скаловазанием заниматься, так как-то экстремально. Не-не-не. Это точно так же ради какого-то прибытка, там, наслаждения, да, то есть, так сказать, что... Это речь идет как раз не о адреналиновых маньяках, ни в коем случае. Не, ну, а тут ты знаешь. Ребята, которые проводят парад на минном поле, они не занимаются экстремальным спортом. Нет, на самом деле, войну можно рассматривать как экстремальный спорт. Такие люди есть, но, тем не менее, здесь идет не для того, что заниматься экстремальным спортом. Вот иногда, это было очень смешно наблюдать за либеральными комментариями, когда наших псковских десантников хоронили, не так давно, да, и они говорили, о, типа того, что либералово, солдат воюет ради славы и доблести. Это, может быть, где-то воюют, как и спортсмен, ради славы и доблести, экстремальный спортом заниматься. Но только не русский солдат. Да наплевать ему на славу и доблесть, на то, что о нем будут думать грядущие поколения. Все равно он за смертью туда шел. И он ее получил. Это гораздо хуже, чем знаменитый самурайский дух. Это утверждение слишком сильное, да? Почему бы тогда просто здесь не убить себя, зачем надо специально какие-то... Нету легитимной легитимной гематизации. Есть легитимная? Гематизации нет. А здесь легитимная гематизация. Ты живешь там, тянешь, что-то увидел, но надо жить, мама, родитель, опять тебе надо жить. И вот, наконец, появился предлог «наконец-то умереть». У нас наконец-то, слава тебе, Господи! В революционной России стояла такая проблема, которая, прежде всего, перед революционной молодежью, они считали, что хотели положить свою жизнь за что-нибудь светлое, за какую-нибудь идею. Да-да-да-да. И вот эти революционеры, бомбисты и прочее, они именно ведь готовы были и хотели положить именно за идею свою жизнь. Им было их в своей жизни не жалко. Ты тоже считаешь, что они такие же самоубийства? Так вот, надо разбираться, с чем у нас является светлая идея. И является ли истинной идеей, ради которой стоит за нее сражаться, либо это является всего лишь попыткой легитимизации совершить акт суицида. У тебя вопрос уточнения. Если говорить о самоубийствах, да, то давайте мы разделим это на какие-то периоды. Значит, вот есть статистика Советского Союза и дальше Российской Федерации. Это за последние 50 лет. Советский Союз, дальше Российская Федерация находится на одном из первых мест в мире по количеству самоубийств, и особенно среди молодежи, и по количеству абортов. Да. Значит, вот это факт, это статистика. Значит, что было до 60-х годов с абортами и самоубийствами, я не знаю. И если вы... Вот надо это четко разделить. Если мы не знаем статистику, как было в прошлом веке и в позапрошлом, то... Я думаю, что ситуация не особо отличалась. Нет, нет, нет. Тут есть небольшие нюансы, что не надо тогда обобщать, потому что статистика есть статистика. К примеру, значит, с теми же абортами, да, до 60-х годов, то есть до Никиты Сергеевича Хрущева, они были запрещены. И как учитывала статистика эти аборты? Это уже другой вопрос становится. Соответственно, до большевиков, как было с этими абортами? Там уже были какие-то религиозные запреты. Какая была там статистика? И то же самое с убийствами. То есть если говорить, то надо говорить за конкретный период. Игорь, еще раз говорю, вы как бы пытаетесь с ним какими-то документами добиться, а Игорь делает гипотезу, которую пытается обосновать. Так это или не так, это уже люди, которые хотят, пусть уже копаются в статистике и выясняют. Сам факт, что либо есть такая тенденция, либо есть такая национальная особенность, либо ее нет, и все. Уж не важно, на самом деле, как бы, обоснованная эта гипотеза или нет. Но Игорь говорит, что она обоснованная, есть какие-то для этого данные. Этого достаточно, чтобы ее выдвинуть. А почему тогда, как бы, подвиги совершали? Это не просто взял автомат, как бы, с чистой совестью пошел, как бы, там. Нет, ну подвиг можно было, кто и другие. А у вас подвиг, например, этого матроса никогда не поражал? Зачем грудью-то эту образуру закрывать? А ее не закрыли. Нет, там же, на самом деле, интереснее, если в Википедии посчитать. Сначала кинули одну гранату, потом другую гранату. И можно было чуть-чуть подождать бы, там бы еще принесли бы. Можно было ватник снять, знаменитый. Ну нет, много что можно было сделать, но вообще. И за каких-то секунд, доли секунд, да, там, он там на образуру кинулся, да, Якова кого-то спасает, да. Хотя там еще было несколько дотов, Якова вроде бы там что. То есть, там, на самом деле, история непростая. Да, и это везде так. И непонятно, он устал, действительно, от того, чтобы дело кончить разным? В университете проводится каждый год, единственное... Или подвиг совершил. ...соревнование такое, в эстафете имени Васильковского. Он тоже повторил подвиг Матросова задолго до Матросова. То есть, первые месяцы в этой власти, в студии от юридического факультета. Вот, тоже такая. Это было, носило массовый характер подобного рода вещей. Не, ну это на самом деле, как бы, может быть, в этом... Был здесь и героизм, нельзя уж так... Героизм был, но в основе опять надо смотреть. Конечно, он героический... Героический погиб. Как способ легитимизации смерти, да. Нет, ну это не массовый. Это массовый характер. Забыл я в цифрах, то ли 100, то ли 200 всего человек было за Вторую мировую войну. И вот я, когда служил в армии, один товарищ перед нами выступал. И он говорил, что да, вот я вот закрыл это. Как у него там получилось, я это уже не помню. Он сказал, да, вот у меня там 12 ран или пульт прошло уже. Ну такое было, выжило, да. Выжил, да. Было, такое было. А нет, это такое было? Не было, вообще не было ничего. Не было, не было, не было. Они могли героически драться где-то еще. Но это вот такого... Это вот типа специфический случай именно российской армии, когда люди идут в армию за смертью. За легитимной формой смерти. А как, а те же самые вот эти самоубийцы у японцев, как они называются? Коминкарсы. Коминкарсы. Да, это вот. Даже в той же Коминкарской армии там что-то было. Нет, вы смотрите, совсем другая эта вещь. Ну так вот так же можно и... Что человек готов совершить подвиг там нового собственной жизнью, уничтожить. Что для него является причиной? Точнее является что для него мотивом? Уничтожение вражеского корабля, куда он направляет свой самолет. Что является, быть может, для русских причиной совершать подвиг на войне? Наконец-то смерть. Это разные ситуации. Самураи, реальному русскому бойцу года так уже 42-го, который в порядке 41-го года, они и в подметки не годились. Да там эти камикадзе по своим всем массовым гиризмам, которые мы имели на фронтах, они близко не стояли, даже по численности. Ну там с камикадзе вообще была история, что они и не хотели. А это было такое вот социальное явление, а не личное. Там герой, который первый руководил первым налетом камикадзе, то есть летчик, он потом признался. Нашли его письмо, что вот я не хочу, то есть это не хочу совершать подвиг, просто вот это идиотизм полный, и вся война идиотизм, и ну погиб все равно. Сначала из него сделаны герои, потом раскопали после войны его вот это письмо, и мать его травили, и все. И несколько человек, кто остался жить среди камикадзе, тоже потом признавали, что там героизма не было никакого, а просто вот приказ, и все. То есть там несколько человек были, что уже на взлете ломается мотор, он остается, уже был готов все, уже камикадзе. Никакого героизма, никакого там такого вот шапкозакидательства, как наблюдается у нас иногда с тем же Матросовым, да? Да, да, да. И вот это странно. И вот, например, Манштейн вспоминает первые месяцы войны, но сразу же было понятно, что это другая война совершенно. Ну, например, он описывает случай, когда человек уже ранен, и когда немцы проходили мимо, да, он уже лежа, стекая кровью, скажем, бойцы, брали оружие убитых и стреляли немцам в спину, или кидались на них с гранатой. Ну, лежи себе спокойно, ну, ты своего уже отвоевал, ты ранен, притом фактически тяжело. И притом, вот по описаниям Манштейна, это носило массовый характер. Нет, можно, у тебя все-таки объяснение, немножко принижающий подвиг этих людей. А возможно, они на самом деле просто не то, что специально хотели умереть, а просто они понимали, что не хотели помочь до последнего. Ну, это понятно, но надо разбираться, это было так, или это действительно форма вот такой, всего лишь легенитизации смерти. Я думаю, что форма легенитизации смерти. Нужно тогда понять, что подразумевать под смертью. Влад говорил о том, что, ну, может быть, это рассматриваться, скажем, как желание какого-то лучшего мира. Может быть. У меня есть как бы некая версия, что вот это самое некое самоубийство, которое совершают, ну, допустим, молодые люди, является нежеланием именно умереть, как свести счет из жизни, а некое внутреннее стремление к некому перерождению. То есть, у древних племен были обряды инициации, когда человек, скажем, подросток, переходил из положения ребенка в положение взрослого, при этом этот обряд сопровождался, ну, такими довольно-таки жестокими какими-то процедурами, болезненными, трудными, сложными, что являлось символической смертью. Предыдущий ребенок умирает, появляется новый взрослый. При этом это переживание смерти чувственно, ну, как бы, рассматривалось как именно смерть. То есть, это не просто там, как бы, некая формальность, получил значок или, там, паспорт и так далее. Нет, другое имя получали. Другое имя, то есть. И имя ребенка, и имя взрослого имя. Возможно, тогда вот это наше, ну, как бы, русское стремление к смерти, это не стремление к смерти как таковой, это желание переродиться, стать кем-то другим. Может быть так, и тогда очевидно, что не просто взять автомат, шагнуть на гринное поле и подорваться, а именно вот с криком «Ура!», стреляя, совершая какие-то подвиги, деяния. Ну, нет, они были большого теиста, они понимали, что никуда они не собирались. Нет, тут еще можно как-то, ну, в смысле? Они же не идиоты. Мы же говорим, я вот опять к революционерам, мы же говорим, что наш все-таки народ, он идеалист. И что, как бы, ну, у нас много людей, которые готовы за идею, там, да, отдать свою жизнь. На самом деле, вот, и без всяких каких-то, там, оговорок и прочего. То есть, ну, что такое идеализм по-хорошему? Это на самом деле ради чего-то. Понимаешь, вот наши люди хотят приобщиться к чему-то, ради чего это можно было бы уметь. Да. Можно ли это считать? Вот, что здесь главное? Новый мир, к чему, идеалы, которым они собираются следовать. Или все погибло, и я тоже умираю. Нет, понимаешь, ты в этом видишь отчаяние. Да, я вижу отчаяние. А я говорю, что это не отчаяние, это на самом деле, некого рода просто... Да, 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 я вижу именно отчаяние. Это не статистика по самому близку. Некого рода просто, как бы, готовность отдать и свою жизнь, в том числе, за нечто лучшее. Нечто, как бы, более лучшее. Ну, я в этом вижу очень низкую ценность собственной жизни. Да, может быть. Особенность русской национальной культуры состоит в чрезвычайно низкой ценности собственной жизни, в отличие от грузина. Для грузина его собственная жизнь бесценна. Это не низкая ценность жизни, а величие не особой идеи, я бы так сказал. Не знаю, я думаю, что нет. Если не петь в хоре и лезгинку плясать, то тогда, да, наверное, за эту жизнь класть может принеснуть. А когда идея космическая, тогда шо уж о жизни говорить. Да, это вот... Я все сказал. Вот это те же кавказцы, как это хвалят, но они часто пытаются... Идут воевать для чего? Для того, чтобы победить. Вот чечение свое, для того, чтобы победить. Но, по большому счету, русские не так. Для русского все уже погибло. Но это тоже как бы слишком высокое обобщение. На спорте же тоже идут для того, чтобы что, проиграть, что ли, они идут туда? Для того, чтобы победить. Ну да, а для русского главное не победа, а главное участие. Да это неправда. Но опять же, это неправда. Своих слов очень много как бы обобщения. Возможно, есть такие фаталисты, можно было бы их назвать, да, которые идут на войну, чтобы умереть. Да, но просто это соприкасается со страшной статистикой всевозможного рода самоубийства. Я могу про войну рассказать, тем, это я интервью одного военного как бы слушал, да, он сам непосредственно участвовал в войне. Он удивлялся, что когда они уже в 43-м году, собственно, война переломилась, да, он удивлялся, как, вот, несмотря на то, что вроде наши войска начали побеждать, тем не менее, постоянно были люди, которые уходили и сдавались немцев в плен. И это было массовое явление. То есть даже в хороший период, когда, казалось бы, уже, может быть, мы уже тут побеждаем, может быть, скоро все кончится, все равно почему-то наши бросали оружие и шли к немцам сдаваться. Это было даже в Берлинской войне. И он говорит, что это настолько, как это было, как бы, для него удивительно, это вот, вот, всю войну, чего он только не видел, кровь там, как бы, там, смерть и все подряд, это было самое удивительное, что он на войне видел, когда и шли свои, и вот, и шли немцам сдаваться, когда, вроде бы, казалось, у нас все уже хорошо. И с этой точки зрения, я согласен, вот, это вот эти люди, которые шли сдаваться, они действительно находятся в логике некого фатализма, да, вот, что непонятного. Но, как бы, были же и другие люди, понимаешь? Есть и другая установка, когда люди за идею, за какую-то лучшую жизнь, за какую-то, там, светлые идеалы и прочее, за справедливость, готовы были сложить жизнь, ну, то есть, готовы были драться до конца, до последнего. Ну, а тех, кто шел сдаваться, может быть, это более прагматичными, так сказать, и выясняются причины, кто-то действительно просто хотел выжить тупо, а кто-то был просто обижен сильно на власть, таких же было очень много. Ну, к концу войны уже знали, что делать с военнопленными. Вот вначале еще было, может, было понятно, что действительно... Нет, когда человек сдается добровольно, тогда как раз там отношение было другое. Ну, а сдавались в Берлинскую операцию. В Берлинскую операцию сдавались в Роке и вольны. Это к американцам. К немцев таких случаев не было. Ну, это не к американцам, да. К американцам драться были, к французам. К американцам были, да. Ну, через немцев пытались драться, действительно такое было. Все равно их потом всех обратно выдали. Мне просто, я говорю, что твоя идея, она слишком, как бы, однобокая такая, слишком, как бы, такая простая. Я думаю, что не все так просто. Кстати, по поводу статистики самоубийств. Может быть, дело и в том, что если великолепный самоубийств, может быть, еще и потому, что как раз для нашего человека, как сказать, очень желательно именно... То есть наш человек, как бы, недоволен простой обывательской жизнью. Ему хочется жить ради какой-то идеи. А в повседневной жизни он этого не находит. И поэтому, как бы, ему, на самом деле, зачастую, так сказать, приходится сводить счеты жизни. Ну, по-моему, это, как раз-таки, очень, как бы, согласуется с тем, что говорил я, поскольку вот это желание, ну, как сказать, мира иного предполагает, что тот мир, в котором находится человек, не знаю, какое-то поле возможности, недостаточно или неприемлемо, чем тот мир, в который, ну, как сказать, он стремится. Вот быть ребенком – это определенные возможности, и определенные права быть взрослым – это другое поле возможностей. Вот это поле возможностей больше, шире, туда и хочется. Хочется в рай, где больше, где лучше. Возможно, вот это этим объясняется. А не тем, что, как бы… Ну, это речь идет же, а не… С другой стороны, если верить Игорю, то не мудрено, почему у нас христианство, ну, в смысле, православие, пропустило такой глубокий корень, и теперь говорят, что быть русским, быть православным – это, в общем-то, одно и то же. Потому что, действительно, православие, вот, идея вот этого, по некому роду потустороннего, да, там, и вообще идея смерти – это, знаете, самое главное. То есть, это вокруг, все вокруг этого, собственно. Да, вот насколько русская цивилизация является некроцивилизацией? Некроцивилизацией. Она, конечно, является некроцивилизацией. А еще есть некроцивилизация? Надо разбираться. Радикальные слова. Радикальные слова. Не знаю, не уверен, сильно самовредство выделяется. Ой, шахи, да и… У нас же тот еще, смотрите, у нас же народ еще взялся, полностью отказался еще размножаться. А как же там быть с теми, кто готов ради, опять же, воздаяния на небесах? Так вот, не ради воздаяния на небесах. Ну как? Они сразу попадают в рань. Те, кто собой жертвует ради... Да, вот это в сторону Анатолия. Ради идей. Таким образом, они открыли ключик в другой мир, в сторону рая. Я-то говорю о смерти как вообще смерти, а не о ключике в другую. Нет, мы же просто говорим, что возможность объяснять еще... Так именно, как воля к небытию. Часть смерти можно объяснить именно этой. Ради высшей идеи, ради высшего мира. Я думаю, что ни одна нация не обладает таким качеством, как воля к смерти. Это противоестественно для живого организма. Ну, говорят же, Ницше или кто-либо еще. Да, у Уфрейда есть инстинкт смерти. Да, кстати, у Уфрейда, у него один из важнейших инстинктов, это движение к смерти, да. Ну и что там у Уфрейда? Это не аргумент, что там что-то у Уфрейда? Нет, это просто интересно, что люди об этом тоже говорили. Это вот интересно посмотреть, какая еще цивилизация в настоящий мир ведет себя как некра цивилизация, по-моему, русски. Я думаю, что Европа... Итальянцы, китайцы. Старая Европа, она такая же, как... Китайцы не знают, китайцы не знают. Итальянцев точно нет. Американцы. Это не национальная черта, я думаю. Они коллективные, они разом все. Я думаю, это не национальная черта, просто это, возможно, цивилизационная черта. Просто на Западе уже прошли этот путь, да, и там уже вот это самопожертвование уже как бы перестало быть такую идею... Не самопожертвование, я же это не как самопожертвование описываю. Нету сейчас никакого самопожертвования как-то... Смотри, ну, европейское крестьянство, католичество ведь точно так же оно занимало самопожертвование. Это вот очень интересно, посмотрите. И сострадание, и так далее. Это советская пропаганда говорила о войне, о Великой Отечественной войне, как о самопожертвовании, за родину за Сталина, служении высокой идеи. А я бы на нее вот этот, на героизм посмотреть как на Матросова, как на легитимный способ умереть. Когда у тебя все пропало, у тебя сзади загранотряд. Когда завтра будет хуже, чем сегодня. Ну, не так уж, загранотрядов много было, на самом деле. Нет, ну, в случае с Матросовым. На Дамбруже? Да, он же... Это был Штрамбат. Это Штрамбат был. Ну... Да, и так далее. Вот такая жизнь. Просто... Тогда надо просто понять и определить принципы некой цивилизации. Согласитесь? Если там был Штрамбат с Матросовым, так это же вынужденные обстоятельства. Это нельзя здесь считывать. Это же не свободный, может, выбор. Возможно, это выбор был как бы уже от отчаяния. Совсем другое. В обычной ситуации, может быть, он бы и не умер. Ну, так зато это и выбор был все-таки. Элемент выбора там присутствовал? Да, да. У Васильковского точно не было этого Штрамбата. Там просто был студент... Матросов? У Васильковского. Ну, это вот... Я его знаю, потому что я за сборную физфака бегал постоянно. Последний этап. Каждый год в университете есть такая традиция. Единственная спортивная, значимая традиция. Это на... Вот... Около главного здания проводят большая эстафета. Ну, большая. По 10 или по 12 человек от каждого... От каждого факультета. И вот там у Васильковского. То есть он совершил за два или за три месяца этот подвиг, по-моему, раньше, чем Матросов. Ну, вот имени его студенты и юристы вот выполняют. Работник... Не работник, студент. Студент, признанный на фронт. Там еще раньше и в 41-м было много там. Просто они не считаются героями, потому что там... Как ты говоришь правильно, это отчаяние. Да. Подвиг Матросов состоит в том, что при наступлении, когда уже более-менее все ясно будет, мы убеждаем, что можно попытаться стараться выжить. Потому это и считается подвигом. А так... Подвиг... Так случайно в те времена войны назначался. Совершенно случайно. Нет, я просто помню, как его обостровывали. Нет, не случайно. Нет, именно... Я вам рассказываю, как его обостровывали... Что будет подвигом, что нет, что будет. В учебниках, как обосновывали советских. Почему именно подвиг Матросов как-то выделили. Потому что это подвиг был, когда наша армия уже наступала. А не подвиг, когда мы наступали, все пропало, все пропало. И там действительно было много таких, которые готовы просто умереть там. Ну да, даже перспираться. Я специально не отслеживал. И были такие же, которые на Амбразур бросались. И в 41-м, и в 42-м. Дом отрослывал существенно. Ну тоже Васильковский. Но их не считали героями. Почему? Потому что они от отчаяния. Чтобы Брису не попали. Да. Чтобы не попали. Не попали. Рядом не было корреспондента. Да. То есть это было совершенно назначенное большинство. То есть что было с панфировцами тоже. Вот герои там. Они не погибли все. И не было такой критической ситуации там. И с Матросовым тоже. И Родиско Сундиянский там не было. Ничего такого сверх выдающего. Просто вот кто-то попал по разнарядке. И должно быть в газете там. Герой-геройский. Был журналист. Заснял интервью. И раскачка уже по всем газетам. По всему союзу. Матресик точно так же попал. Просто вот чисто случайно. И раскрутился. Все и так далее. Ну это понятно. Да. Не раскрутился. Не раскрутился. Не раскрутился. Все равно вот столик-то он совершил. Вот так. Да. Стал звездой. Да. Нет. Но ведь можно про науку тоже сказать. Какие-то ученые что-то открыли. Об этом никто не узнал. Потом другой переоткрыл. Да. Он теперь стал известным. Переоткрыватель. Но на самом деле не опыт. Но речь идет не о медийности. А речь идет вот именно о такой. Как воле к смерти. И о русской цивилизации на настоящий момент. Как некой такой. Некроцивилизации. Ну когда например. Ситуация войны. Например. Для русских. Это. Более предпочтительная ситуация. И является более нормальной. Чем ситуация мира. Потому что. Ситуация мира. Мы проигрываем чуть-чуть. Да. Я про это хотел следующий. Продолжаем сказать. Что ситуацию мира. Постоянно проигрываем. И постоянно при этом выигрываем войны. Поэтому надо стремиться. Да. Совершенно верно. Всегда вот этот самый ресурс. Всегда надо любое. С точки зрения. Вот. Конфликта цивилизации. Надо любой конфликт всегда. Из экономической. Культурной. Какой-то плоскости. Всегда переходить в военный. Особенно актуально. Вег ядерного оружия. Чрезвычайно. Чрезвычайно. Когда. 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 У тебя. Есть потенциальные самоубийцы. Когда. У тебя. Есть потенциальные самоубийства. Самоубийца. Вооруженный ядерным оружием. Вот. В этом смысле. Лучше не связываться. Вот. Честное слово. Особенно. Какой-нибудь там. Большой Джорджи. Какой-нибудь. Которая вся хочет жить. Да. На самом деле. Помните. Вот. Есть пословица. Что там. Смерть красна. Где там. На миру и смерть красна. Да. Вот. Это пословица. Проглядывает. Что. Вроде сама она. Ну что. На миру. То есть. С людьми. С людьми. Даже. На миру. Не публично. А с людьми. Не ушел где-то там. Нет. Здесь такая есть тема. На самом деле. Вот знаете. Есть такая психология тема. Отделение ребенка от родителей. На халяву и жить повесятся. Вот так называют. На халяву. Совсем другой анекдот. Не имеет отношения. К тому. На миру и смерть красна. Совсем от других национальных 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 действиях. Что-то много сегодня отклоняешься. На самом деле. У меня вопрос. Просто. Если это не крационализация. То почему мы не вымерли. И исчезли. Ну тихонечко. Не. Не. Я просто как бы хотел в другую сторону. Вот разговор. То есть. На миру и смерть красна. Может быть проблема в чем состоит? Проблема состоит в том, что возможно мы просто как бы друг от друга как-то не отделились. Мы все самоощущаем. Но это православие часто говорят. Себя единым телом. То есть. Русская цивилизация самоощущает себя как единым телом. И поэтому нам есть дело до того, что творится в Украине. Нам есть дело до того, что творится там. С русскими во всем мире. Ну. Словно. С нашими людьми. Да их за негров переживали. По-моему. Нам есть дело как бы. Ну. До всего. А почему? Нам нет дела там, что там в Китае творится. Во многом. Что там в Америке творится. Нам этого дела нет. И мы не будем вмешиваться за негров. Которых там где-то там. Недавно разогнали. Тогда развивая эту идею. Значит. А кто вот тут случайно попался. Вот не хочет вот в этом участвовать. Выход один. Нет. Просто получается. Нет. Обособиться нельзя. Кто-то отделился. Обособиться нельзя. Они являются уже как бы пятой колонной. Те обособившиеся. Которые вдруг осознали, что это очень глупо как-то вот так умирать. Просто так. Из-за того, что где-то головотягство там. Разгильдейство где-то там. Это что-то там. Патроны не подвезли там. Или там. Ожделение не сработало. И надо просто там. Именно поле не разминировали. И надо что-то делать. Да. Как бы. А у нас. А мы как бы готовы. Да. Остальные считают, что глупо жить. Они считают, что нам не есть. Нет. Я просто говорю тому, что объясняю. Игорь думает, что это воля к смерти. А я думаю, что это воля как бы просто единого тела. У нас есть единое тело. И ты просто. Хочешь ты или не хочешь. Ты просто должен как бы. По факту своего существования. Должен этому телу. И ты какой-то долг исполняешь. Я с тобой согласен. Когда надо. Когда Родина Мать потребует. Ты должен увидеть. Тело, оно значит это. Принадлежит некой цивилизации. Тело-то конечно. Оно не некой цивилизации принадлежит. Просто это тело постоянно находится в болезнях, страданиях. И постоянно куча народов вынуждена. Должно умереть, чтобы оно продолжало существовать. Это как мол, который перемалывает людей. Перемалывает и за счет этого существует. Мы живем в такой цивилизации, где каждый отдельный индивид ничего не значит. Где на самом деле значит только целое. Отсюда всегда возникает идея лучшего мира, высших идеалов и прочее. Именно отсюда и возникает. То, что это общее тело должно быть зафиксировано. И оно фиксируется в другом мире, высших идеалов. За все человечество пострадать, как у Достоевского когда-лито.